Привет всем! Небольшое обновление по теме принятия закона о семейно-бытовом насилии, который оказывается теперь будет называться законом все-таки о домашнем насилии, потому что так и не смогли дать определение семье. Во-первых, уж не знаю за эту конкретно деятельность или за какую-то другую или за совокупный заслуг, но Екатерину Шульман попросили или ушли из Совета по правам человека. Честно говоря, вот при всех явных аналитических способностях и образования и знаниях Екатерины, я думаю, что сделано это было правильно. Я не уверен, что на ее место туда придут люди лучше или что они будут больше оправдывать название Совета по правам человека. Возможно, с какими-то другими законами и инициативами Екатерина сделала что-то действительно большое, важное, полезное, не знаю. Я, например, не владею темой ПНИ. Возможно, там Екатерина принесла какую-то пользу. Но конкретно за тему, за то, как обсуждался и поддавался закон о домашнем насилии, как он продолжает поддаваться, между прочим. Сейчас про это будет дальше. Я на самом деле думаю, что человеку с таким сознанием не место вообще в области с названием право и правовой, к сожалению. Не берусь гадать, из каких соображений Екатерина делает то, что она делает в этой области. Факт в том, что делает. Печально то, что если у кого-то, у некоторых деятелей можно это явно списать на недалекий ум, просто человек дурак, то в случае Екатерины такого оправдания сделать не получится. А из этого автоматически следует, что это даже несколько хуже. Примерно по тому же, почему умышленное убийство, например, хуже, чем неумышленное. В английском праве даже существует развлечение. Есть to kill, а есть to murder. Это разные степени. Murder – это хуже. Тем не менее, практически через день Екатерина продолжает появляться на каких-нибудь радиостанциях или всяких там новостных источниках и продолжает лоббировать то, что она и продвигала. И лоббировала раньше. Плюс демонстрирует знания каких-то подковерных информационных потоков и процессов. Знает то, чего мы еще не знаем. То есть человек встроен в систему. Находится он там в этом СПЧ или не находится. Лоббист продолжает свою работу. Вот заслушайте. Последнее вот это мое нынешнее мероприятие в Думе было про закон о домашнем насилии. Это были парламентские слушания. Я там выступала. Судя по общему тону и тону тех людей, которые обычно склонны воспринимать сигналы, типа Тамары Плетневой, закон будет. Закон будет, и у нас будет пока и не мере в законодательстве охранные ордера. Хочешь только. То есть закон еще обсуждается. Масса критики. Никто даже близко его не принимал. Но оказывается, Тамара Плетнева и, например, Екатерина знают, что он будет принят. Это опять к вопросу, как работает правовой так называемый механизм у нас в стране. Просто бывают плохие внеправовые процессы, а бывают хорошие. Видимо, по мнению наших героинь, это хороший внеправовой процесс. Так что нельзя, но если очень хочется, то можно. Я, кстати, в своем выступлении приводила пример опыта нашего братского Казахстана, моей нынче второй любимой страны, после Российской Федерации, для изучения. Я посмотрел их там статистику всякие по преступлениям, по разводам. Получилось очень даже интересно. А у меня в комментариях недавно в какой-то трансляции, по-моему, был человек из Казахстана. Он совершенно не про статистику говорил, а про личный опыт. Но для Екатерины это слишком абстрактно. Интересно, хотела бы она переехать в свою любимую страну, Казахстан, и пожить там. Вот. Значит, это, видимо, будет внесено, я так догадываюсь, вот для меня Совета Федерации, прям вот, типа, до 1 декабря они соберутся вносить. Рекомендации слушаний такие, ничего себе. Выступающие все были вполне приличные. Был какой-то процент маркобесов. Какие-то выходили один за другим люди и говорили, я многодетный отец, у меня 7 детей, ждем 8-го, а у меня 9 детей. Какие-то все такие странные, в таких растрепанных бородах. Ну, наверное, так нужно. В общем, они что-то говорили, что это все придумало гомосексуальное лобби для того, чтобы разрушать многодетные семьи. Вот. Я тут не стала подпрыгивать и размахивать свои многочисленные детьми, потому что это не аргумент. У кого сколько детей, тоже мне давай пойдем всех хвастаться. Конечно, не аргумент. Но зато по части лобби я, например, верю. Я вот лично, мое мнение частное, я считаю, что Екатерина получает за это деньги. Или каким-то нематериальным образом. Ну, в общем, ей эта деятельность оплачивается. И если вдруг случайно выяснится, что человек, который Екатерине-то проплачивает, действительно является членом, скажем так, кого-то из ЛГБТ, получается, по определению, голубой лобби. Ну, так, в частном случае. У многодетных отцов свой интерес в этом вопросе. Я понимаю то, что они, видимо, сказали. Хотя интересно было бы послушать целиком на эту запись. Где бы ее взять. Если бы мне дали там выступить, я бы тоже сказал, хоть я не являюсь многодетным отцом. Я бы другие аргументы привел. С своей фертильностью. Тем не менее. Кстати, ведущая была депутата Севастьяна. Вот такая представитель комитета по регламенту, которую я до этого не видела ее. А вела она хорошо очень. И финальное ее выступление тоже было хорошее. В общем, всем как-то велели быть гуманистами. И все стали гуманистами. Даже, опять же, Тамара Пликнева. Она сказала в конце, что вот женщин, которые мужей своих убивают, потому что достал он уже, достал. Я бы их даже не сажала. Не то, чтобы это, конечно, была гуманистическая позиция, но уж какая есть. Да, я бы тоже сказал, что это, во-первых, не особо гуманистическая позиция. Во-вторых, мягко говоря, не особо правовая позиция. Но тут, я думаю, у них с Екатериной не должно быть разногласий. А в-третьих, вот, некоторые, возможно, думают, что я слишком много на себя взял. Там, да, я слишком округляю. Когда, например, много вывел из какой-то мимолетной рекламы там про сковородки Тефаль. Нет, господа. Сковородки Тефаль сидят в Госдуме. Это, я так понимаю, цитируется. Председатель комитета. Действующий председатель комитета по делам женщин, семьи и детей. Того самого пресловутого комитета по делам всех, кроме мужиков. Я хочу видеозапись того, что она это сказала. Я сделаю еще один монтаж. Постараюсь проявить креативность и не сильно повторяться. Но я считаю, это нужно смикшировать с Тефалем. Те, кто думают, что это вот, ну, ничего особенного, просто какой-то там частный человек пошутил. Нет, господа. Это государственная политика на уровне комитета Государственной Думы. И эти люди определяют наше правовое поле. И не стесняются вообще употреблять слово «право». По-хорошему, действительно, людям некоторым можно было бы запретить произносить слово «право» пожизненно вообще. Участвовать в чем-либо, где есть составляющая слова «право». В предложенных обстоятельствах это буквально-таки гуманизм. В общем, закон о домашнем насилии будет. Вот так вот. То есть, Екатерин, нет сомнений, что закон о домашнем насилии будет. Давайте с помощью, так сказать, репостов и активностей на форумах, в петициях и так далее все-таки сделаем там, чтобы пошатнем уверенность Екатерины и ее, так сказать, сотоварок в этом вопросе. Второе видео появилось на сайте День ТВ. Нарезка из заседания в общественной палате. Я про него уже чуть-чуть говорил. Но видео, к сожалению, целиком так и в широкой публике, так говоря, нет. Но нарезки появляются. И вот, наверное, самое близкое пока, что я увидел к критике действительно в значащее место. Потому что всю критику, которую я слышал до этого, она какая-то вся такая была вокруг да около. Вот не о том, не о сути происходящего. Здесь дама говорит, в общем, почти попадает. Все равно, мне кажется, не совсем попадает, но близко. Конечно же, недопустимо в правовое поле, в поле правового регулирования введение такого понятия, как психологическое насилие, которое не имеет четких критериев. И на Западе, если анализировать западный опыт применения этой нормы, единственным критерием наличия психологического насилия является субъективное мнение жертвы. Но тут должен, так сказать, с конструктивной критикой вмешаться. Например, хорошо известный пример психологического насилия – это отчуждение ребенка. Это пример, где есть психологическое насилие, и оно не является просто субъективным ощущением того, по отношению к кому оно применяется. Его можно объективно установить. То есть вывод слишком далеко идущий, что вообще невозможно установить психологическое насилие. Можно. Просто должны быть объективные составляющие у этого процесса. То есть кто-то должен его засвидетельствовать. Должны быть какие-то объективные показания к тому, что действительно такое происходило. И от такого психологического насилия, вообще-то, давно пора бы уже было защитить семьи. Так что тут тот случай, когда не нужно единым розчерком, так сказать, в рамках борьбы с этим безумным законом вычеркивать психологию вообще из поля. Это, что называется, выплескивает ребенка вместе с водой. А если нет четко прописанных критериев, тогда правовая норма, понятие, которое находится в правовой норме, оно не отвечает основным признакам права. А именно конкретность содержания и формальность, и формальная определенность. Вот это уже очень близко к тому, о чем пытался сказать я в своем видео. Смотрите, ссылка в углу. Понятие права вообще, да, и правовая система, более в широком смысле гражданская, да, то есть civil, оно именно это подразумевает. И именно по этому критерию, на мой взгляд, закон не проходит и не удовлетворяет именно признаком вообще системы, как правовой системы. Это пример до гражданского права, я приводил пример с шаманом. И тем не менее, здесь все равно, мне кажется, что-то здесь упущено. Мы получим норму, которая наше право откидывает назад в своем развитии. Почему? Потому что если нет четких критериев, значит нет единообразного применения этой нормы. И в разных регионах Российской Федерации сложится своя правоприменительная практика. Прямо ссылку сюда в угол вставлю, моя совместная запись с экспертом-психологом, не государственным, Агатой Шапошниковой. Прямым текстом говорит неоднократно, что практика применения норм, вот по, так сказать, разделу детей, установлению порядка общения и так далее, абсолютно разная не только по регионам, но даже по населенным пунктам. А здесь Дама говорит совершенно правильно. То есть фактически это является одним из признаков того, что система, в которой это все действует, не является правовой системой. Это какое-то сословное право, феодальное, что-то в таком духе. Догражданское общество. Потому что определять, что явилось психологическим насилием в том или ином случае, будут так называемые, как мы понимаем, из выступлений лоббистов закона специалисты, которые по своему субъективному мнению будут давать оценку, было ли в конкретной ситуации насилие или нет. То есть, если в каждом регионе по-разному будут привлекаться к ответственности за психологическое насилие, мы можем говорить, что у нас сложится ситуация нарушения прав граждан. И нарушение основного принципа права – это равноправие граждан. Тут я не могу просто промолчать. Я мог бы долго на эту тему здесь говорить, и вы знаете примерно, на какие темы я бы даже говорил, но я просто назову две вещи. Разный выход на пенсию, разный возраст и служба в армии. Даже эти два тезиса, в общем, закрывают эту тему. То есть, тема вообще-то гораздо шире, чем то, о чем я сейчас говорю. Просто почему-то в этом конкретном вопросе люди вдруг вспомнили про равноправие. Перед законом. Поэтому только на этом уже основании данную норму и весь закон, который, в общем-то, возле этой нормы крутится, невозможно, недопустимо применить. Конкретика нормы права всегда была залогом эффективной защиты граждан от правонарушений и от коррупции, противодействия коррупциям и различным злоупотреблениям. Кроме того, субъективность понятия психологического насилия приведет к массовому привлечению граждан к правовой ответственности, необоснованной, к изъятию детей, к постановке на учет, к коррупции, к злоупотреблениям. А в целом мы можем прогнозировать, я лично это от себя говорю, что мне так кажется, что это приведет к тому, что люди просто будут бояться вступать в семейные отношения, в серьезные отношения. Потому что такая жесткая ответственность, такие требования к членам семьи создают дополнительные проблемы для человека. Но тут только можно подписаться под каждым словом. Единственное, что это, конечно, никакая не правовая ответственность. Опять же, потому что сама дама уже сказала, что это не подпадает под определение права. Это внеправовая ответственность. И, строго говоря, в очередной раз ссылаясь на свой ролик про ответственность, сюда не подходит и слово ответственность тоже. Потому что ответственность подразумевает то, на что ты влияешь. Если ты не влияешь на это, это не является твоей ответственностью. Что касается избеганий вступления в семейные и близкие отношения, тут я медленно и выразительно качаю головой, да. Иначе мы бы не сидели сейчас на том канале, где я сидим, где вы все это смотрите, на тех форумах, куда это было перепощено, это видео. Наверное, не существовало бы термина Мэктау и еще целого спектра терминов не существовало бы. Просто эта атмосфера создана не вчера и не будет создана 1 декабря, когда, по мнению Екатерины Шульман, закон будет внесен на рассмотрение. У этого вопроса уже больше 100 лет истории на территории России. А зачем мне вступать в семейные отношения, когда за каждый косой взгляд, за каждое непродуманное слово меня могут привлечь к какой-то ответственности? Даже без взгляда. Я скажу больше, можно привлечь к ответственности в отсутствие человека. Он может даже об этом не знать. Вполне бывают ситуации, когда задним числом уже при разбирательстве выясняется, что человека просто не было в тот момент, который якобы его обвиняют в том, что он что-то совершил. Его не было физически. Но поскольку закон выведен из уголовной сферы, это сейчас про западные страны говорю, то обвинить в ложных показаниях тоже нельзя. Женщина просто была в стрессе. Это гуманизм такой, понимаете? Особого рода гуманизм. Вы в истории последних 100 лет принимаете такой закон, который фактически нацелен на разрушение самого сильного института человечества, это семья. Ну тут, конечно, это сильно сказано и, думаю, совершенно неправда. Первый закон, который был принят на разрушение семьи, нацеленной, он был принят в 1918, по-моему, году. А до этого был ряд декретов. Уже 100 лет исполнилось, наверное, надо было вообще из этого какое-то событие сделать. Но это было уже год назад. И в цепочке этих законов прослеживается довольно четкая логика и стратегия. То есть все равно это движется понятно куда. Даже сейчас не принципиальный вопрос, вот этот конкретный закон будет принят или нет. Вы думаете, если сейчас его отвернут, они на этом остановятся, не появится что-то еще? Что в итоге приводит в ту же точку, просто другим путем. К тому же раскладу сил, так сказать, на шахматной доске общественной. Конечно, будет что-то другое разрабатываться. Если это лобби, если у них есть сверхцель, которая состоит именно в уменьшении количества семей и народонаселения вообще, и рождаемости дальнейшего. Последнюю цифру слышал 0,6, что ли, уже коэффициент рождаемости. Это средний по России. То есть если это средний, то если отбросить известные регионы, то получается у остальных останется 0,3-0,2. Так что движение в эту сферу все равно идет в эту сторону. Вне зависимости от того, этот конкретный закон примут или нет. Так что тут не нужно обольщаться. Следовательно, дальше хотел обратиться к статистике, которую предъявляют эти НКО, лоббисты закона. Вот если, по их мнению, в 2018 году было 16 миллионов жертв психологического насилия, вы представляете, это только женщин. А что будет, если ведут эту норму? 16 миллионов мужчин, которые причинили насилие женщине. Столько же еще женщин, потому что начнут и мужчины говорить о насилии. Потом столько же родителей насильников. Вы представляете, сколько миллионов правонарушителей мы получим в стране? С одной стороны, здесь все правильно сказано, с другой стороны, как я уже заметил в своем видео прошлом про тюнинг насилия, там очень четко выпилено то, что типично совершается женщинами. То есть мужчине обвинить в таком женщину будет проблематично. А если и обвинить, можно, так сказать, сделать вид, что не поверил на голубом глазу. Смогут ли мужчины при всем желании достичь сравнимых цифр в 16 миллионов? Не знаю. Недавно, по-моему, Антон озвучивал цифру, ежегодное количество судов, или это Дмитрий Селезнев был в гостях у Антона, ежегодное количество судов, где решается вопрос о разделе детей, 124 тысячи, что-то в этом духе. Значит, там под 90 с чем-то процентов детей, естественно, остается у матерей, ну, естественно, беру в кавычки. А когда ребенок остался у матери, то забыл цифру, ну, в общем, что-то такое, порядка там, по-моему, 70-80% матерей так или иначе вставляют палки в колеса в общении. То есть это, ну, массовое явление. Если ежегодно, да, то общее число идет на сотни тысяч. Ну, может быть, там, скажем, за 10 лет, допустим, может к миллиону приблизиться, а за, там, 18 лет, пока ребенок вырастет, да, в общем, речь идет о, ну, плюс-минус 2 миллиона, допустим. Это на систематической основе, это не количество случаев насилия, а это количество людей, которые в этом участвуют. И если бы эти явления были вписаны в понятие о психологическом насилии, а вообще-то это как раз тот случай, который можно было бы вообще-то вписать, может быть, не в этот закон, да, в какой-то другой, там, более конструктивный. Но женщины, прочитав это место, явно увидели бы опасность, массовую опасность для себя в них. И возразили бы, скорее всего, сказали, мы не хотим такой закон, потому что мы видим, что большая часть из нас, там, ну, так или иначе, там, пострадает. Может, не сядет, да, но, там, будет оштрафовано, там, или понесет какие-то, в общем, последствия за эти действия. Тем более, как я уже сказал, что в этих вопросах все не так уж субъективно. Нормальный специалист может вполне установить, что, действительно, некая накачка, там, и препятствия происходят. Можно фактическую, как бы, основу под это подвести. Кстати говоря, вот, ну, такое логичное мнение. Если предположить, что, значит, появляется некий закон, где есть понятие о психологическом насилии, и принятие решения о том, что делать, лежит на единоличном суде, мировом суде. Как мне кажется, если бы этот закон все-таки принимать, и что-то от него хотеть конструктивное, логичным требованием было бы, что, например, судья, тем более, который в одиночку принимает такое решение, просто обязан иметь официальную психологическую компетенцию в этом. То есть, например, что судья должен быть не менее, чем высшее образование по теме психологии. Причем не любой психологии вообще, а имеющий отношение конкретно, там, да, к семейной детской психологии. И даже в этом случае, поскольку мы знаем, что ни один психолог сам по себе никогда не работает, да, есть такое понятие, как супервизия. Значит, в любом таком процессе должен быть как минимум второй человек, причем независимый, да, не состоящий, так сказать, в служебных отношениях с судьей, может быть, по жребию выбирающийся, допустим, да, который должен трезвым взглядом смотреть со стороны и, так сказать, контролировать, что да, человек действует в рамках психологических принципов и морально-этического кодекса, который принят среди психологов. Ну, это что называется мечты-мечты. При этом сегодня на учете в органах внутренних дел состоят менее 600 тысяч преступников, правонарушителей, а если будет только миллионов, даже, скажем, 16 миллионов, нам придется штатное число сотрудников увеличить в 24 раза. Вы представляете, только 16 миллионов берем, не 32, да, не увеличивая там в три раза. То есть у нас общество поделится на два лагеря – правоохранительная сфера и правонарушители. Ну, строго говоря, по-моему, авторы закона не это имели в виду, они поэтому и убрали вообще полностью правовую сферу из закона. То есть никаких правовых разборок там при помощи какого-то объективного рассмотрения дела их не будет, потому что их просто нет там вообще. Напоминаю, что охранный ордер выписывается по жалобе, по жалобе. Без установления на самом деле было ли, имело ли место то, про что человек сообщает. То есть жалобы достаточно, то есть это внеправовая сфера. Она вообще не имеет никакого отношения к правоохранительным органам, если быть точным. А то, что будет поток этих ордеров, да, вот в этом я не сомневаюсь абсолютно. Зачем нам искусственная криминализация общества? Ведь они должны будут проходить программы, платить деньги, лишаться жилья. Потом, поскольку закон предполагает, что насильник должен оставить жилье. Конечно. Говорят, так сказать, рынок жилья сейчас стагнировал несколько, да, там и цены пошли вниз, да, или там рост замедлился. Как вы думаете, 16 миллионов человек, которым даже временно хотя бы нужно дополнительное жилье, они сделают перемены на рынке недвижимости? Ого, еще как сделают, да. А так называемые реабилитирующие программы НКО, которые будут бюджетные деньги на это пилить? О, да. О, да. Смотрите в фильме «Красная таблетка» про место, где упоминается так называемая модель Дулута. Дулуф модел. Это все уже очень хорошо известно. Этой теме много-много лет для тех, кто в теме. Ай, уйти, но ставить жилье жертве. То есть он должен будет решать этот вопрос. У нас реальная преступность увеличится, потому что мы не сможем бороться с ней. Нам придется бороться с насильниками в семейной сфере, которые причиняют психологическое насилие. Да, кто же тогда будет работать вообще? Нет, у меня лучшее предложение в стиле госпожи Плетневой для проявления полного настоящего равноправия и гуманизма. Я считаю, раз женщинам такое право дается, то логичным мужчинам это право тоже нужно дать. Жена достала, реально достала, поэтому он ее убил. И судить его не надо. Ну, будем гуманистами. Ну, достала. Ну, что вы не понимаете? Не понимаете слово «достала», что ли? Ну, достала. Госпожа Плетнева считает, что проявлением гуманизма будет избавить от ответственности. Да? Давайте так и сделаем. Действительно. Кто тогда будет воспитывать детей? Ну, давайте не доходить до этого абсурда. Прошу вот тех, кто принимает этот закон, лоббирует его. В общем, ссылки на оба видео смотрите на конечном экране и в описании к этому видео. Тема, к сожалению, не только не закрыта с этим законом, она еще даже не начата. Потому что, видите, вот 1 декабря можно ожидать введения его на обсуждение в Госдуму, и мы наконец увидим текст, собственно. Так что меры по тому, что нужно принять в ответ, так сказать, на эту инициативу, в общем, нужно продумывать. Нужно об этом думать. И тут пойдут все, и петиции, и распространение сведений среди людей, которые действительно могут повлиять на ситуацию. Возможно, какие-то пикеты или даже публичные акции. Посмотрим. В общем, тема не закрыта. И все-таки, несмотря на весь этот, так сказать, весьма иногда здравомыслящий такой дискурс, который проявляется с опозданием, к сожалению, все-таки, мне кажется, какая-то вот главная тема здесь, ядро, оно обходится. Вот эти вечные приведения статистики против женщин и против детей. Ну вот все равно, то есть даже самым конструктивным образом настроенные люди все равно смотрят на эту тему сквозь определенные очки. Сквозь определенные бинокули. Вот тут мы видим, а тут мы не видим. Если правильно определить, что такое психологическое насилие, то в семье, как я понимаю, оно в основном окажется прерогативой женщин. Я думаю, что я не изобрету тут бином Ньютона, да, и не открою Америку. Но, конечно, это если правильно его определить. И рекламы там типа сковородок Тефалия, это всего лишь, так сказать, прорывающиеся струйки пара из-под крышки котла, под которые все знают, что это наша обычная ежедневная среда, в которой мы все, вот, ну, мальчики, по крайней мере, да, они варятся с самого рождения в этом. А что происходит в сфере образования? Что дошкольного, что школьного? Это насилие психологическое, поставленное на промышленные рельсы, промышленных масштабах. Как-то так. Всем спасибо за внимание. Пока и удачи.